Два года назад украинская сторона обратилась к председателю областного союза предпринимателей Владимиру Мазалову с идеей внедрения на обречении социального проекта по канистерапии, реабилитации и лечению людей с ограниченными возможностями с помощью собак. Инициативу поддержали на уровне города и области и в ноябре 2017 года проект получил грант Евросоюза. Средства в размере 60 тысяч евро пойдут на обучение и тренинги, закупку оборудования и инвентаря для кабинета. Мы покупаем на деньги Евросоюз автомобиль, который будет предназначен для перевозки вот этих деток с ограниченными возможностями. Мы, значит, покупаем все оборудование. За наш счет будут телешоу мы будем делать. То есть все это надо показать так, как это должно быть. Канистерапия или реабилитация людей через общение с собаками – первый проект в Беларуси. Его реализация в Бресте станет не только образцом для других городов, но и основой для внедрения этой методики на уровне Министерства здравоохранения в центрах медицинской реабилитации республики. Без внимания ни один центр не останется. Потому что нельзя вот что-то в одном здесь мы делать будем, а больше нигде ничего не делать. У нас же распространяется наш проект не только в Брестской области, но еще и в Гомельской области. Поэтому мы будем тоже с ними контактировать. То есть детки из Гомельской области тоже могут приехать в наш центр и вот этим делом заниматься. Главным партнером и базой для реализации проекта стал медицинский центр «Тонус». Идею реабилитации с помощью животных здесь поддержали сразу. Внедрить такую методику в учреждении пытались давно. Изучали опыт соседей Польши, Украины и России. У нас есть специалисты, которые за это очень радеют, за создание вот именно такой процедуры. Но, к сожалению, у нас не было для этого возможностей. Потому что, ну, содержание собак это для бюджетной организации, тем более медицинской организации. У нас практически возможности такой не было. А вот когда, ну, здесь стечение обстоятельств очень приятное произошло. Когда мы познакомились вот с нашими партнерами, так сложилось, что им нужен был партнер для того, чтобы где-то эту процедуру проводить. Они выиграли этот проект. А нам нужна эта процедура. И здесь чистый симбиоз. Для будущих пациентов и четвероногих терапевтов уже подобрано помещение, соответствующее всем санитарным нормам и требованиям. Сегодня здесь проходят массовые мероприятия для дневного отделения пребывания. Но совсем скоро кабинет переоборудуют под занятие канистерапией. Одновременно проходить реабилитацию смогут группы по 7-10 человек. Дети получат выраженный терапевтический эффект. В первую очередь, для нас, как для медиков, важно, чтобы они получили те лечебные свойства, которые эта процедура несет. И масса удовольствия, я думаю, тоже. В течение 2018 года предстоит сформировать коллектив волонтеров, которые будут работать с животными. Подобрать собак, терапевтов, определенных пород и сертифицировать их для работы с детьми. А еще обучить специалистов, медиков и психологов. Для нас эта процедура вообще новая. То есть она здесь у нас никогда не проводилась. И, честно говоря, в Беларуси где-то у кого-то узнать, как опыт проведения этой процедуры, это тоже не у кого особо. Поэтому мы все будем впервые проходить. И в рамках этого проекта в том числе подготовка заложена. Подготовка пяти человек, которые будут заниматься канистерапией в дальнейшем у нас. Будут профильные специалисты. Первых пациентов кабинет сможет принять уже к концу 2018 года. Насколько успешным станет реализация проекта в целом, покажет время. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БОК-ТВ.